Римская аквирина Видеоряд сопровождается рассказом на итальянском языке и проходит через 10 залов с произведениями Рафаэля. Все они разделены по темам в том числе. Гробница Рафаэля в пантеоне, письмо Льва X, стихи и живопись. Идеальная женщина и молодой Рафаэль. В музеях Ватикана тоже есть подобная выставка. Здесь зрители могут войти в папский дворец, чтобы увидеть все четыре зала Рафаэля. Залы Константина и Элиадора, комнату подписей и зал пожаров Борга. Попав внутрь, зритель видит каждую из работ, ее название и описание. Вот здесь, например, картины «Видение креста» и «Крещение Константина». Они находятся в зале Константина. В дополнение к залам Рафаэля, в 54 галереях музеев Ватикана есть еще работы этого художника. Например, в Пинакотеке, которая была открыта в 1930-х годах. Здесь находится одно из его самых известных произведений «Преображение Господне». В уютной гостиной своей квартиры любители искусства могут насладиться всеми яркими цветами и драматической энергией этого произведения. Кроме того, вы можете в подробностях рассмотреть и другие картины Рафаэля. Коронование Девы Марии, Алтарь Бальоне и Мадонна Дефолинью. В это время интернет – это один из способов передачи красоты во всем мире, который доступен, несмотря на запреты на поездки. Благодаря этим виртуальным экскурсиям каждый человек может насладиться живописью Рафаэля и вспомнить основные моменты его жизни даже спустя 500 лет. Рафаэля и Мадонна Дефолинью